Одинокие и беспомощные в селе Чермалы к Донецкой области остались преимущественно старики и инвалиды. Молодежь разъехалась кто куда. Всего в нескольких сотнях метров от населенного пункта идут бои. Как выживают люди практически на самой линии соприкосновения в сюжете Татьяны Блиновой. Пять лет назад Иван Савич заболел сахарным диабетом. Три раза в день пенсионер колол инсулин. 130 гривен. Один ампулик был, один укольчик. Сам себе делал. Бесплатно получали. А как начали воевать, надо покупать. Когда деньги на инъекции быстро закончились, мужчина оказался в больнице. Начал лечить отнимать, начал слепнуть. И все что делать. Положили в больницу, но отрезали ему. Село Чермалык практически на самой линии фронта. Всего в 500 метрах от населенного пункта идут бои. Снаряды долетают и сюда. Все сыпало. Я без сознания была, два часа лежала. Он сел на коляску, подъехал до меня туда. Баба, баба. Люди очень устали от постоянных обстрелов. Не то что страшно, это ужас. Он последний раз спим в среди ночи, падает в меня. Конечно, страшно. Иван Савич с женой здесь родились и вырастили детей. Молодежь разъехалась подальше от войны. В селе остались в основном пенсионеры. Куда уедешь? Допустим, я. Куда уеду? Никуда никто не уедет в нашем возрасте. Таким одиноким и немощным старикам волонтеры мобильной бригады гуманитарного штаба Рината Ахметова привозят продукты в Чермалык уже шестой раз. Этот населенный пункт находится на самой линии соприкосновения. И, как вы слышали, сейчас раздались несколько выстрелов. В связи с этим доставка продовольственных наборов в это село затруднено. И наш приезд людям очень нужен. Большое спасибо Ринату Леонидовичу, что дает нам помощь. Конечно, она нам очень нужна, очень нас поддерживает. Тем, кто не может самостоятельно прийти на пункт выдачи, помощь доставляют на дом. Пенсионеры получили продуктовые наборы и средства гигиены. Люди искренне благодарны за то, что их не оставили в беде. Ринат – это чистый, сердечный, божистый человек. Мобильные бригады выезжали 290 раз. Посетили 425 населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. В некоторых из них другие гуманитарные миссии, кроме штаба Рината Ахметова, не заезжают. Пенсионерам, инвалидам, многодетным и родителям-одиночкам в глубинке региона раздали 215 тысяч наборов выживания. Татьяна Блинова, Оксана Корчма, Евгений Якунин, телеканал «Донбасс». Татьяна Блин. Татьяна Блинова Инвестия